А после обеда не знаю, захотим ли собираться дальше? Потому что после сытного обеда, по закону, на себе, да? Положено поспать. Да. Знаток. Все. Сейчас. Раз. Так, слава Иисусу Христу, слава нашему Господу, Спасителю и Богу. И братья, и сестры. Да, я продолжу тему. Собода от религиозного культизма. И так получилось сегодня, такой исторический экскурс, с тобой сделали, по соборам. Но, коль я уже, знаете ли, назвал такие, как бы, первые соборы, надо немного и о последующих, хотя бы в общих чертах сказать, чтобы у вас были выступления. Но, друзья, я думаю, что нам, христианам, современным христианам, христианам уже 21-го столетия, знаете, имеющим, ну, Библию, Божье Слово, да, и имеющим такую историю, двухтысячелетнюю уже историю, знаете ли, сегодня необходимо, я думаю, пересматривать все через призму Слово Божьего. Весь свой опыт личный и опыт церковный. Знаете, как вот, задача, какая была главная работа священников в храме, там, священник в Верхнем Завете, какая была главная работа? Отвечать священное от несвященного, чистое от нечистое, да? То есть, как бы, различать. И мы должны это сделать верующим. И, но не в таком обрядовом плане, а вот в вероучительном, в духовном, отмечать чистое, чистое. И вот, то, что я описал сейчас, вот, история, допустим, того же самого Фалкидонского собора, это не чистая история. Нет, я не говорю, что все было там плохо так, но то, что я описал, это плохо. Там были и моменты хорошие, конечно, да, но, к сожалению, это лишь, если сравнивать, там, ложка дегтя в бочке меда, а это, наоборот, была, как раз, ложка меда в бочке дегтя. Хорошие моменты, да, можно найти везде, знаете ли, но в целом, как явление, Фалкидонский собор, не чистивый собор, в целом, собрать. Отдельно его решили, да, они такие, даже не против написания, наоборот, даже они такие хорошие, правильные, но это лишь отдельные постановления. А в целом, и вообще решение Фалкидонского собора было просто катастрофично. А дальше, а что дальше? А дальше было еще хуже. Вы скажете, а куда же еще хуже? Да, хотите верить, хотите нет, было еще хуже. Потому что после этого собора, фактически, я сейчас говорю за официальную церковь, о нерегистурном братстве будем так говорить, но я так условно называю современными терминами, потому что так они не назывались в то время. Но как бы что, для удобства, для понимания, я говорю. Этот собор Фалкидонский, по сути, он сделал, как сказать, раскол, не раскол, но сделал уже процесс как бы необратимым, знаете ли, в этом разделении. Потому что то братство христианское, я не говорю, сейчас не идеализирую тех, кто не регистрировался. Там тоже были очень разные, с очень разным учением. Порой даже о негативах читаешь и тоже, честно говоря, за голову уплотаешься. Но с трупами они не экспериментируют, по крайней мере. И, значит, икон у них не было, однозначно. Они старались держаться все-таки, ну, до, как бы, того христианства, которое было, ну, до Константиновой эпохи, будем так говорить. То есть, как бы, в целом, по большому счету, даже их соборы, даже этих хриянцев, казалось бы, там, у них там свои ереси. Но, в целом, они осуждали вот эти решения, вот этих последующих соборов. Именно за нуждением. Так вот, а что было дальше? Отметим еще один собор. 553-го года. В столице. Вы удивитесь, наверное, но официально, кто думает, ну, как бы, какое мнение? Сколько решений принял этот собор вообще? Сколько, возможно? Единицы, десятки, сотни? Ну, сотни? Как? Три-четыре, да? Кто еще в ней был? Вы удивитесь вообще? Я, честно говоря, удивился. Ноль. Зеро. Ноль решений. Не может быть. Я специально копался. Мне интересно было. Но все-таки, любой собор, даже самое... Ну, у нас тоже есть разные соборы реформаторства, православные церкви. Есть соборы, которые много решений принимают. Есть, которые просто лишь внутренние какие-то постановления. Но хотя бы правила, когда внутренние приняли. Этот собор удивил всех. Ноль решений. Как? Да. Но. Однако же его называют вселенским. И однако же его учат аноничным. На основании чего? Лишь на основании того, что император, государь-император, ну так грубо, можно сказать, накрыл поляну, собрал епископов. И они очень хорошо несколько дней посетили. Кушали, общались. Смысл? Вы скажете, а что они решали? А ничего фактически. Кроме того, кроме того, что вы сказали? Все предыдущие мы прочитаем, мы принимаем. Но как не принимаем, а признаем. Но ради чего все это было в Аханде? Ради канонизации, по сути, цезарево-пископа. Ради того, чтобы император, он был в центре. И ради того, чтобы вот эти епископы, это митрополита, епископы, собравшиеся у него там за столом, в его дворце, в столице, там до поросящей мизгу, буквально. Там как бы историки некоторые пишут о временах. Вот это было правление императора Естиняна. Короче, скажу так. Большинство служителей церкви просто жиру бесились. Вот честно, это мягко даже говоря, мягко говоря, жиру бесились. Творилось такое, что даже Нерон и его эпоха выглядят пуританской эпохой вообще Рима. И Нерон вообще-то это просто маленький мальчик в сравнении с тем, что творилось при дворце Естиняна. И на этих собраниях. Блуд, момосексуализм, лесбиянство, это педофилия процветала. Это, конечно, надо говорить, маленькие штришки. Объедение, пьянство, это даже не беру в расчет. Значит, и все это монахи, все это монахи и жили просто так, что, скажем, Древний Рим отдыхает. Историки, которые занимались исследованием, даже не верующие историки, не христиане вообще, исследованием истории Византии этого периода и историем Древнего Рима, дохристианского Рима, говорят, что та эпоха была просто девственной в сравнении с тем, что творилось при дворце уже христианского императора. Это было что-то с чем-то. Ради чего собрались? Просто хорошо поесть и поразвратничать? Нет. Чтобы император на другой день после собора, выйдя, конечно, всех ошарашили, никаких решений, ноль решений вообще. Но императору пели гимны, ему пели оды, его воспевали в храмах, пели ему уже многолетия. Его, по сути, воспевали как некое божество, не божество, но он был в центре внимания, чего и древо было доказать. То есть, Константин Великий и Елена, они лишь открыли ящик Пандура, они лишь дали, как сказать, начало цезаревописму. Но на этом соборе, в Константинополе, при истинянии, цезаревописм был канонизирован. Священная царская власть, священное помазание. С тех пор император заходил в царские врата, единственный империанин, как бы, ну, не еписовый, не патриарх, не смещение, заходивший в алтарь, имеющий помазание миром, значит, дополнительный еще. То есть, как бы, вот вся пущность византийского двора, она перекочевала в церковь. Вся она, ну, знаете, вот, все эти многолетия, там, и прочее, ну, сейчас уже это не так, хотя бы, тоже, тоже. Но, если бы мы с вами попали бы, допустим, сто лет назад, еще до революции, в начало 20-го столетия, перенеслись бы сейчас с вами бы, да, вот, как вот, этот, летающий ноль в мультике. Вот, перенеслись бы с вами, даже сто лет тому назад, и зашли бы в обычный православный охран, даже сельский, или вот сюда, в Нижний Новгород тогда еще, да, тоже называвшийся. Зашли бы, и что бы мы увидели на ритургии? Воспеваем бы сюда императора, там, благочестивейшего, там, значит, там, там, самодержавнейшего, там, все. Перечисляясь, титулы, титулы, титулы. Это лишь отдалосок того, что было в Византии. В Византии цезарь-попеизм достиг своего, своей кульминации. А, кстати, а сам император, это отдельная история вообще. Сам император, ну, есть в нем, конечно, и выдающиеся деяния, но, в принципе, тиран. В принципе, тиран. Значит, знаете, ну, из выдающихся деяний, обычно как, если кто бывал в Стамбуле, или будете в Стамбуле, да, вообще, что-то дешево там, типа, поесть в Стамбуле есть. Значит, главное сооружение, самое такое, было все время большое, храм, бывший храм Софии, Софийский собор Касатинополя, потом ставший мечетью, ставший, потом, музеем, там, значит, туда обычно всех ходят. Всех, кто приезжает, обычно туда попадают. Это некогда самый главный храм православной церкви, православной в целом. Это тот самый храм, куда однажды попали послы, как бы делегаты от Руси киевской, от князя Владимира. И, вернувшись на Руси, они рассказывали о служении, а мы говорили, мы не знали, где мы были, на небесах или на земле вообще. То есть, вот такое благолепие, такое великолепие. В то время это было самое большое, самое большое сооружение вообще, значит, культовое, невероятных размеров, храм, собор. Это построил Юстиниан. То есть, он в свое время воздвиг себе памятник такой очень серьезный, своему, своей тирании. Рассказывают, что на освящении этого храма император воскликнул эту фразу. Ее записали. О, Соломон, я превзошел тебя. Но явно не умом и сообразительностью. Он, видимо, смотрел книгу, а ничего не видел. Потому что у Соломона рабы были, знаете ли, не на паперте боссы голые, раздетые, а кушали с серебра, знаете ли, значит, и были обуты одеты, да, значит. Вот, а он помер, хрустил больше пол-империи вообще. Ограбил все провинции свои, ради этой стройки вообще. Африканские провинции вообще, свои же провинции под любую предлогу, он грабил. Просто-напросто, тупо грабил. Ради того, чтобы, значит, отгрохнуть это чудо света вообще, сделать имя. Ну, построил империю, да. Его культом была, по сути, идеей была империя, огромнейшая империя. Он создал ее. Ну, правда, он ее видел уже и крушением, по сути. То есть, как бы, уже на старости он видел уже ее, как бы, трещающую пошлан, можно так сказать. То есть, его идея, она рассыпалась уже в конце его жизни. Но, даже не в этом случае, это отдельная история, не очень хорошая. Касательно вот нашей темы, к свободу от религиозного культизма. Его эпоха, Юстиниан, кстати, Юстиниан официально святой. И его жена. Но там она, знаете ли, они друг другу строят. Два сапогопара, наверное, точно. Значит, но Юстиниан, он женился на Феодоре. Императрица Феодора. Значит, Феодора именно вот того шестого столетия. Там еще другие были Феодоры-императрицы в византийской истории. Так вот, и он, и она колонизированы. Но люди явно не возрождены в жизни. И, ну, это явно, просто мягко говоря. Вот, Феодора, как сказать, ну, блудница, блудница, проще говоря. То есть, ну, и даже по профессии своей. То есть, она, значит, как вот Жайновки говорил там, как женщина, как он говорит, что... У него такие слова есть, такие, надо записывать прям буквально за ним. Значит, нетяжелого поведения. Вот, значит, да, как-то так он выразился, в госдуме-то выступая. Значит, дело в том, что Феодора, она, на самом деле, она, ну, проститутка, да, значит, по своей профессии. Она, значит, незнатного происхождения, она первая женщина незнатного происхождения, ставшая императрицей вообще. То есть, как бы, это тоже, как бы, интересная такая история. Вот, она с самых низов пробилась наверх, вот, вот, своей работой, своей профессией. Вначале она работала в Портовом городе обычной проституткой. Потом она построила бизнес. У нее было, уже были публичные дома свои, значит, и тысячи проституток и проституток работали на нее по всей империи. Значит, то есть, она имела целую сеть публичных домов и в столице, и в провинции. Вот, значит, и в начале карьеры ее клиентами были простые портовые рабочие матросы, в конце ее карьеры это были олигархи, самые богатые люди империи. И даже государственный император был, ну, как бы, она его потешала, как бы. Вот, значит, и она воспитала, ну, тысячи вот этих проститутов и проституток. То есть, как бы, у нее работали мужчины и женщины. И эти публичные дома были, ну, огромнейшим бизнесом, то есть, ну, самым процветавшим бизнесом в империи. Хотя официально их не было, то есть, по бумагам их не было, но они были, они процветали из-за коррупции, чрезвычайной коррупции в обществе. И сама Феодора вначале была, как одна из проституток императора, а впоследствии он предложил ей руку и сердце. Это была история, конечно, вообще такая, ну, достойная мексиканского сериала. Вообще-то, богатые тоже плачут, наверное. Значит, и вежи руписаться. Но, одним словом, ради этой свадьбы даже пришлось законы переписывать и репрессировать немало знатных людей. Потому что по законам нельзя говорить. Знаете, как вы помните, ранее Пугачева пела что-то, да? Все могут короли, все могут короли, и судьбы всей земли вершат, и не порой. Но что не говорить, жалиться по любви, не может некий, как помните, да, старая песня была. Вот, там, про короля, ну и вы смеете. Ну, любви не смог, а юстиниан смог. Но ради этого переписали все законы. И ради этого, значит, пришлось репрессировать немало людей. Но свадьба состоялась. Конечно, на ней и плакали, и смеялись одновременно. Но, как бы, значит, в Лиме вообще считали это, значит, анафемой. Значит, но, по крайней мере, свадьба состоялась. Впервые государь императа женился на, вот, как, на такой женщине. Но самое интересное, знаете ли, не, правда, ее описывают как очень красивую женщину. Современники описывают ее, что там она даже в старости была такая, что молодые люди бомбарок падали, от ее виды даже. То есть она часами жила в этих, каждый день часами проводила в таких ваннах из молока и меда. Значит, там она на свету, на солнце вообще не показывалась фактически. Жила только лишь под зонтиками. То есть она вообще, даже в старости была очень такая, как бы такая фотомодель. Значит, и ее описывают как, и бизнес свой она строила очень так, ну, как бы, так, серьезно, очень серьезно. Никакой конкуренции не терпела, абсолютно. Все было очень, ну, как бы, так, централизовано в ее бизнесе. И вот, значит, и став императрицей, первой лидер империи, по сути, она стала всем править. Сама эта императрица стала всем править. Император изменился до неузнаваемости вообще. Даже неверующие историки отмечают это. Мне, как христианину, только лишь можно что сказать? Что налицо действие магии. Как приворот, хотя вот приворожилы, как говорят, что любовная магия. Сто процентов. Потому что император до Женибре, этот Юстиниан, это один человек. Он объявлял войну, там, если брал налоги там непомерные. Он такой был, знаете ли, такой гуляка и вообще, просто безбашенный человек вообще. Значит, император после Женибры, знаете, как бабки сводили? Вообще, другой человек, абсолютно. Он даже в быту был беспомощен. Даже в быту. Полностью все решала императрица. И дошло до того, до трагика меди, доходило, что иностранные посольства, вначале, как императрица, вначале, впервые, с ней беседовали. И если она давала добро, государь лишь подписывал. И все. То есть, все решения принимала она. То есть, это, знаете, Ахафа и Изавель, вспомним, да? Только еще более гротескно даже. Даже не так, как у Ахафа и Изавель. Это как и Изавель, только Новый Завет уже такая. В таком исполнении. Так, еще пару штрихов к ее портрету. Я сейчас не говорю, что она такая была, с рогами там и с хопытами, но очень страшная была велика, на самом деле. Потому что она была ярой антисемитной. Там разные, какие-то даже легенды по этому поводу. Почему она так ненавидела евреев. Даже были разные мнения, значит, касательно этого вопроса. Но все признают, что она была жуткой антисемитрой. И при ней евреям стало жить, скажу так, ну, как времена, примерно как времена Третьего Рейха. Так что, чтобы было понятного. Как времена Адольфа Гитлера в Германии уже в 20-м столетии. Примерно. Только лишь без констагерий. До констагерий. То есть, все законы были только лишь ущемляющие права. Абсолютно. Не имели права ни того, ни сего. Евреи вынуждали, по сути, переселяться или же уходить просто вообще из империи. Были казни. Казни были, да, мы тоже были. Находили повод любой. Антисемитизм вылился в знаменитые... Ладно, сейчас я даже не знаю. Но, кроме антисемитизма, она была настроена антиевангельски. Очень жестко. Но, известный момент. Когда они поженились, да? Когда, по сути, она стала правительницей. В этот момент, самые страшные законы в империи принимали. То есть, православным человеком стать было легко и даже выгодно. Но, выйти из православия было уже невозможно. То есть, была смертная казнь, даже за попытку выйти. То есть, если ты при свидетелях заявлял, что ты хочешь выйти из православной церкви, ты хочешь стать, допустим, там, ну, кем-то другим, вообще другой религии. Тебя же была смертная казнь. Даже всегда отречешься от этого и заберешь свои слова обратно. Но, ты если это объявил уже, все, это была смертная казнь. Очень жесткая система была построена. Значит, и... Либо из-за своего антисметизма, либо это было, не знаю, по какой причине еще. Такие были приняты решения вообще и коротрицы этой, ну, императора, но, по сути, коротрицы. Вот знаменит эти куличи, там, красные яйца, это все оттуда. Иконы обязательные, которые были над всеми домами повешены для поклонения. Это было при ней. Красный угол знаменитый. В любой момент могли прийти представители власти в твой дом. Если вы тебя не видите в красном углу, ну, в первом углу, икону, могли всю семью арестовать. Тебя, как главу, могли казнить за это. Значит, так же ты говорил, просто нет денег. Не было отговорки. Ты обязан был иметь там икону в красном углу. Это все, как бы, это все она, кроме своего распутства, она была еще явной иконопочитательницей. Явной иконопочитательницей. Вот куличейте на Пасху, вообще непонятный указ такой, Пасха все время до шестого столетия праздника пресноков назывался. И христиане ели, обычно, неделю, так же, как иудеи, пресные хлебы ели, вот, значит, на Пасху. Значит, она приказала на Пасху, уже после, по-моему, этого собора, не помню, по-моему, после собора, приказали всем ставить куличи и яйца крашенные. Это знаки блуда. Ну, сейчас это, как бы, сейчас это уже забытая история, и сейчас об этом, как бы, мало кто даже знает вообще. Хотя, в последнее время об этом больше и больше где-то там публикуют. Печатают где-то там, снимают какие-то программы видео исторические. Но современные обыватели обычно вопросов этих не задают. Но в те времена, даже в тех же самых публичных дома, они не могли писать вывески, допустим, что это публичный дом. Потому что официальная империя была христианской, и нельзя было иметь подобное заведение. Значит, но и отдельно практикующие проститутки, или проститутки, или так же, или публичный дом, имели вместо вывески, выставляли вот подобное изделие, как говорится. Которое означали вот этот фаллический пульт, одним словом. Поклонение мужскому половому органу, как божеству, как бы, так проще. Вот, значит, и сверху задевалось-то глазурью изделие, означающим, ну, всем извержения. То есть, это было культом. И ставили крашеные яйца, украшали. И все это выставлялось для поклонения. Значит, это древний культ. Он, ладно, он не только византийский, он вообще очень популярный. Ну, допустим, даже на Востоке, там, в Японии сохранившись, да, культ знаменитый, там, то же самое, до сих пор процветает. Но византии этого, ну, официально этого не было, но он существовал вот таким образом. И представьте, она приказала, значит, во всех церквях это выставить. То есть, если раньше того, публичные дома имели подобные знаки, как бы, да, значит, у себя, то теперь в домах у христиан, ну, все, должно быть, это быть, значит, за отказ смертная казнь была введена. Если ты отказывался, знак буду оставить у себя дома, значит, или же в церкви не помонялся тому из дерева, то, значит, клюва булочного, то тебя могли кастить за это. Значит, и, значит, и все это выставлялось, и куличи, и яйца крашенные, все это в шестом столетии было введено. Ну, это, знаете ли, это, как бы, оккультная традиция, которая была насильно имплантирована в христианство вообще. Значит, в силу репрессий доходило до вообще просто безумия. Заставляли это не только в столице делать, и в провинциях, и даже в отдаленных провинциях, и даже на западе. Правда, на западе это не прижилось, потому что, ну, до июля там была власть императорская, а де-факто там уже очень мало имела реальность своей власти императора. И местные там епископы, эти короли, вот, западные, и папа римский западный, они, воспользовавшись вот этим вот, как бы, просто сумасбросом, приняли решение, просто бойкотировать решение всей императора и не принимать их на своих территориях, эти решения. Значит, и, опять-таки, императрица посылает армию, чтобы, каратели, чтобы обязать западных христиан тоже это практиковать. На западе обникает пост-молитву, потому что защищаться от своего же короля им нечем. Значит, и произошло событие, которое очень сильно повлияло на всю последующую историю вообще, не только христианство, вообще историю мира было. Разыгрался шторм, и, по сути, вся эта армия оказалась на дне Средиземного моря. Корабли погибли, очень мало уцелелых кораблей, а которые и уцелели, они не могли дальше продолжать свое путешествие. Весь десант оказался, по сути, на дне Средиземного моря. Королева эта, значит, императрица Феодора и я, истиня, вместо того, чтобы покаяться, с больной головы на здоровье стали валить все. Объявили, обвинили западных христиан в колдовстве, что, мол, они набили порчу на нашу дубльскую армию, значит, и та погибла в пучине морской. Вот, значит, потому что, на самом деле, буря была, как бы, не своевременная. То есть, как бы, корабельщики были стопроцентно уверены по всем предметам, что в это время не будет бури, но она была ни с того, ни с сего. И, как бы, в этом было сверхъестественное было. Но, понимаете ли, вместо того, чтобы покаяться и сказать, что Господь прости, что вот мы пошли убивать своих же людей, подданных там, на Западе, потому что каратели ехали конкретно убивать. Не просто, они же пришли там, знаете ли, покрасоваться, там, вежливые человечки появились, а конкретно, чтобы убивать. Знаете ли, и, значит, произошло чудо, и после этого происшествия раскол между Западным и Востоком был уже неизбежен. Он, как бы, уже трещина началась. Знаете, как в Мультике в том ледниковом периоде, когда белочка с орешком все носилась там, и потом раз в окно, там, раз трещинка прошла, больше, 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 потом ледниковый период. Вот так же здесь, как бы, вот эта трещинка началась вот тогда как раз. Хотя раскол официально был когда? В 3054. Но задолго до того уже трещинка образовалась. И очень серьезная. Вот на Западе уже косились на Восток. Мы уже понимали, что наша история западная будет другая, совсем другая. И уже готовился, уже не одно столетие тогда. По сути, этот разрыв. И очень серьезный разрыв. Вы скажете, неужели из-за того, что и в пресне, и в пасне, можно вот так вот, как бы, ну, не знаю, но вот в истории порой, знаете, как вот для Гулливера порой было вот удивительным слушать рассказ филипудов о том, что они воевали, а поводом для войны было вообще то, что яйцо бить с такого конца или с острова. Представьте, ну, Гулливер не мог понять. Но у Ленипута была своя, как бы, идея. Как бы, идеи другие считались неправными. И, как бы, им было непонятно, почему Гулливер удивляется вообще. Потому что, как бы, ну, это же очень серьезный повод вообще-то. Это государство, это, как бы, дело. Понимаете ли? Вот сейчас нам, спустя вот эти столетия, мы живем уже в то время, когда космические корабли растят в простору Вселенной. Понимаете? И вообще как-то странно, что, значит, из-за этих вещей, как бы, значит, весь цельбор был, как бы. Но, с другой стороны, можно понять еще и так, что сейчас, допустим, миллионы православных христиан, обманутых многовековой такой религиозной ложной пропагандой, оккультизмом, даже в ус себе не дуя, приносит эти куличи, яйца освещая, тем более в храмы, тем более, что современные вот эти вот аферисты в рясах обычно говорят так, что вот, это, мол, древняя традиция Марии Магдалина там принесла тебе яичко, и на глазах у тебя оно стало вдруг превратилось в кровавое, в красное, и тебе я воскрину, воистину воскрес, или что-то еще, ну, бред полный, сумасшедшего. Первых пять столетий об этом, об этой истории с Марией Магдалиной ничего не было известно вообще. Это выдумка, ложь, провокация. Кстати, исторически, если бы Мария Магдалина, та самая, библейская, да, если бы она принесла бы императору Тиберии покрашенное яичко, значит, что бы это было бы вообще? На этикете того времени это было бы признанием Марии Тиберия богом, божеством. Потому что на латынике он назывался обкова, от яйца. Когда римский гражданин дарил императору яйцо куриное, обычно куриное яйцо, обычно не просто из-под курицы, а украшенное, там, разукрашенное, это было актом признания императора как бога, потому что, значит, гений, не совсем богом, а гений императора, почитание гений императора. А при Максимиане и ниже, дальше в истории, это было почитание божества. Вот, допустим, не считали, римки не считали, что от яйца началась жизнь вообще. И поэтому Богу дар римский гражданин, к примеру, простой же христианин, простой горожанин, плебей, пришел, да, к императору. Ну, представим, бывали разные ситуации, не только богатые приходили к императору. Так вот, и у него ничего не было, чтобы подарить императору. А без дара нельзя к императору подойти. Но самое минимальное, даже по этикету того времени, было куриное яйцо. Он был обязан преподнести императора куриное яйцо. Это знание почитания императора как бога. А если, допустим, это в провинции далекой, то, допустим, являлся римский гражданин в праздник, допустим, рождения императора, да, он приносил куриное яйцо, к статуе императора вложил. Это было почтение императора как бога. Тоже он с украшенной, там, и прочее. Там, порой, такие яйца приносили, что он фабер-жай дыхал вообще. И богатые эти люди, там, с камнями, там, прочее, прочее. Вот, то есть, это был часть религиозного культа. Кстати, удивитесь, наверное, но когда в первом столетии императорам стали, на самом деле, поклоняться как живым богам, при жизни, не просто после смерти они ходили в пантон богов, а при жизни даже императоры заявляли некоторые о своей божественной сути. Так вот, значит, центром этого почитания, этого поклонения, нового культа такого, по сути, был город, угадайте, какой город, в Римской империи. Он в книге Откровений перечисляется. Там, где сатана живет, там, где престол сатаны. Бергам. Бергам в Малой Азии. Город Бергам стал центром этого поклонения. Бергамский алтарь. Я помню, еще в училище художественном обучаюсь, у нас даже была программа, была тема такая, целый день у нас была эта тема, я запомнил очень сильную ее, эту тему, называлась, называлась тема, это по ИЗО, по истории искусств. Тема была такая, пергамский алтарь как шедевр эпохи позднего эллинизма. И нам целый час рассказывали именно об этом алтаре. Я, конечно, в Писании знаю одну правду, тогда знал одну правду. Значит, я Библию читал, изучал внимательно, до того, как стал служителем православной церкви. Значит, но самое интересное, я знаю, что это сатанинское должно быть сооружение. Но нам говорили, а на самом деле алтарь такой, что там он такой, украшен всякими жуткими историями, всякими страшилками. Там Тарантино отдыхает вообще со своими этими страшилками. Потому что там, знаете ли, там сцена насилия, убийств, там знаменитый Ланкаон, да, вот пророк их, не там, античный, да. С сыновьями, когда он там, жителей Трои убеждал конята, значит, Троянского, не вводить туда, значит, в Трою. Значит, и боги послали, эти языческие послали, значит, этих змей, да, которые там, ну, убили. Его и сыновей его убили. И Троянцы, как бы, поняли, что там, они истолковали это все по-другому совсем. И хаяк коня завели в Трою и, как бы, прощая Трою, что называется. Так вот, значит, и вот на этом пергамском алтаре, алтарь сатаны, но нам не говорили, что сатаны, нам говорили, это шедевр эпохи позднего эллинизма. А как объясняли, что он сплошь под 30 сценами насилия? Нам говорили так, что, видимо, люди, жившие в ту эпоху позднего эллинизма, может, предчувствовали падение, скоро падение империи, падение эллинизма, падение всей цивилизации эллинской и так далее. И вот, как бы, предчувствуя это, они, поэтому, украсили весь алтарь вот этими сценами насилия. Но я читаю Библию, я знал другую правду, что это престол сатаны. Поэтому там нет ни одной, ни одной нормальной сцены. Все сцены только между насилия, убийств, издевательств, все полностью, весь алтарь. Ну да, пергам считали городом мифом, да, но археолог немца, по-моему, да, его раскопали-то еще тогда. Значит, еще в 19-м году он был, мы говорили. Ну, по крайней мере, сам алтарь был и престол были доставлены куда? В Берлин, да? В Берлин, точно? Нет, не Берлин. В Берлин, да? Ну, сейчас они в Берлине выставляются, по крайней мере, ну, внешняя часть Берлина. В Бергамон-музей. Я там бывал, лично в этом музее. Музей Бергама-Востока. Уникальнейшее сооружение вообще и уникальнейшие экспонаты на самом деле. Но я не рекомендую ходить под этим музеем, но мне надо было быть там. Потому что, как историк, мне надо было видеть это все своими глазами. Пощупать, посмотреть, значит, и прочувствовать. И действительно, зрелище неисприятнейшее, я бы скажу так, честно говоря. Опыт такой... То есть, многие экспонаты, это откровенно предметы поклонения Бесом. Конкретно. Многие экспонаты. Не все там. Врата Ада выставляются там, знаменитые Валимонские. Значит, выставляются, значит, они так буквально и называются. И называются, будем, врата Ада. Значит, центр, значит, вот этого как раз уничтожения, Гиены. Значит, но... Но самый, как бы, главный экспонат все-таки Бергамон-музеем, это как раз пергамский алтарь. Но правда он без жертвенника. Сам алтарь, центральная часть, она пропала. В 45-м году, когда пришла Советская Армия, то вывезли... Сохранилась лишь одна расписка офицеров КВД о погрузке этого алтаря вагон пломбированный, который должны были... Этот состав с редкими экспонатами, его должны были в Москву доставить. Но доехал ли он до Москвы, или по дороге, что-то случилось, так и неизвестно до сих пор. То есть, как он пропал. Значит, последняя... Ну, точка назначения была Москва. Но в Москве, по крайней мере, на Красной площади мы видим с вами, значит, копию этого, именно внутренней части, самого престола с вами. Значит, если... История очень интересная, правда. Очень интересная. Значит, знаете ли, и фашисты, и коммунисты здесь не могут даже, как бы, откреститься от этого, от этих фактов. Дело в том, что... Получается так, что немецкие фашисты скопировали внешнюю часть пергамского вот этого алтаря, пергамского жертвенника, можно сказать так выразиться. Вот знаменитый Гитлерплац, да, значит, там, где зарождался национал-социализм, и там, где было потом осуждение фашизма, в Нюрнберге, да, в Нюрнберге. Значит, и он сохранился, ну, как в целом, в целом сохранился. Сейчас там большая автостоянка, такая огромная, эти вот дальнобойщики там стоят, и все. Мы там проводили служение. Прямо на том месте, на той трибуне, где Гитлер стоял, фюрер, значит, там, и со своими всеми помощниками. Но вот всех символик уже нет, их уже давно взорвали и уничтожили. Но само это, само сооружение, оно осталось. Вот, и оно сделано так на века, знаете ли, сделано. Добротно. И прямо там на этих трибунах мы проводили собрание молитвенное, приломляли хлеб, кровь и тело христа, молились о том, чтобы и на восток, и на запад, чтобы пришло благословение, место проклятия, здесь высвобожденного, пришло благословение этой земли. И Германии вообще, и Европы, и мира. И интересно, в общем, было служение, очень интересно. Межконфессиональное служение, то есть там были разные, там и католики даже, по-моему, были. То есть очень разные были христиане, там, ивангельские чаще всего христиане. Да, и, дамы и господа, немецкие фашисты скопировали вот эту внешнюю часть этого огромного сооружения, значит, и украсили ее своими, вот этими символиками, будет так говорить, национал-социализма. А коммунисты скопировали внутреннюю, сокрайную часть, сам престол сатаны, собственно. Значит, Щусев, ну, очень личность такая, я могу назвать некоторые моменты, но спорная. То есть до сих пор неизвестно точно, но есть предположение, что, как бы, значит, когда Щусев предложил свой вариант мобзолия Ленина, то это было напрямую скопировано, как раз именно вот с этого престола сатаны. Почему он сделал, это до сих пор неизвестно. Есть мнение, что он был сам, Щусев был сам посвященным сатанистам. И больше того, есть еще другие его некрасно сооружения, откровенно оккультного такого характера. Вот это, как бы, отдельная история с академиком Щусевым. Значит, и в ЦК партии большевиков тогда, когда Римин умер, поставили вначале деревянный полный мобзолей, да, из истории. Деревянный мобзолей, временный, и так перестарались, когда ковыряли улыжники все эти, углублялись так далеко, что пробили канализацию, еще при царе Горохе сделанную. И вонища по всей Москве пошла. Вот, много дней была вонь такая несусветная. И когда патриарху, ну, представьте, все, что там накопилось столетиями, и, короче, все это выполнило, и, значит, по всей Москве вонь. Значит, и, значит, когда патриарху Типану сказали, что вот так вот так, что, значит, начали строить для Ленина, как бы, вот, сооружение, а вонь такая, что теперь черпай, не черпай, там, не менее на всего. Значит, вот, значит, этот, знаете ли, патриарх сказал так, такую фразу говорят, ну, что же, говорит, по мощам и елей. По мощам и елей, говорит, да. Ой, историки, истории, да нет. То есть, как не мощен такой елей. Но шутка, шутка, а копали очень глупо, на самом деле. Значит, зачем, если не знаешь о культной истории, значит, пергама и истории саданизма, то непонятно, для чего большевики копали это, и для чего это сооружение было поставлено. Но, по сути, это, значит, печать проклятия над Россией и, в общем, над Советским тогда, потом уже, в последующем, значит, Советском Союзе. И, хотя, хотя, вот было недавно письмо, и мне присылали не раз уже письмо, чтобы я подписал, там, значит, обращение к президенту, к министру, к депутатам, к Госдуме. Значит, подписывались, значит, там, священнослужители, там, там, митрополиты некоторые даже подписались, архиепископы, там, священников много подписалось. А только, чтобы снести, и чтобы, видно, похоронить все-таки его, там, тело, предать земле. Но, знаете, я вначале, как антикоммунист, конечно, я вначале, конечно, ну, думаю, подпишу, точно подпишу. А потом, знаете, вот сел, подумал, помолился, еще раз подумал, и не подписал. Не подписал, не то, чтобы он еще, как бы, реформаторская такая есть, ну, такая, вредная такая черта, но я, значит, вначале подумал, а потом написал письмо другое. Ну, уже разослал священником, кого знал, традиционным православным священником, в том числе подписавшим это письмо. Я написал, что я отказываюсь подписывать это письмо не потому, что я одобряю это сооружение и останки Ленина в центре Москвы, нет. А потому, что надо начинать на церковь. Знаете ли, я написал даже такие слова там, что вот евангельские церкви, союзы евангельской церкви имеют моральное пункт, да, Акаром был как раз, я беседовал с Павлом, епископом Павлом, беседовал, с другими братьями беседовал, и написал в письме так, что вот, допустим, Акара, Рыбовский, там, значит, там, симпоток, да, был, значит, братского, братского, баптистского братского России, вот и другие союзы разные, они имеют моральное право обращаться к президенту, там, депутатам, кому угодно вот с такими письмами. Но, говорю, нам православным, как по пословице русской, чья бы второго начала, да твоя бы молчала. Потому что, знаете ли, у коммунистов хотя бы одни мощи у нас, а у нас немедленно, и плюс еще каждый год все новые и новые находят мощи, знаете ли, и моральное право будем иметь тогда мы, указывая президенту, там, и депутатам, значит, министрам, что им делать, тогда будем иметь моральное право, когда сами распрощаемся с бревном в нашем глазу. Сучок у них мы видим, конечно, да, он прямо в центре города, прямо в центре Москвы, в сердце Москвы, прям, конечно, там не увидеть невозможно, но, а давайте посмотрим, это наше право, больше того, в каждом храме эти мощи. Я вчера рисовал, напомните, да, вот, престол, там, значит, давайте вначале распрощаемся с этим, как бы на Византии реформация, пусть короткое время, там, где-то столетие, чуть больше, полтора примерно столетия, значит, продолжавшееся, но мощь они придали земле, погребанию, на кладбище христианское, понимаете ли, вот, давайте так сделаем, тогда будем иметь моральное право уже тогда, тогда даже, может, даже и без писем этих поймут власть. А когда увидят такое, скажут, давайте мы тоже, да, похороним наши мощи, коль они это сделали. Поэтому здесь еще такое, но евангельские церкви молчат об этом, значит, правоославное было написали, но не знаю, что будет дальше. Но я думаю, что надо начать не с этого, надо начать с церкви самой, вот именно вот эту реформу, не с неверующих, а с верующих, надо начинать, пусть христиан, именно с христиан. Да, друзья, вот такая история. Ладно, я уже даже, наверное, в 20-м столетии, даже уже в адрес поберут коммунистов и фашистов бросил камешки. Слишком далеко уже, уже зашел, уже в нашу эфону, слушайте. Ну ладно, значит, если углубиться снова, все-таки, в те далекие времена, а нужно, для чего это сейчас делать? Чтобы кое-что понять из происходящего сегодня, в церкви, в христианстве, вообще в целом. Давайте мы еще кое-что запишем. Значит, а, ну, ладно, не буду возвращаться снова к Феодории и Юстиниану, это эпоха такая, ну, нехорошая эпоха. Но после вот этого собора, да, 553, 553 года, был еще один собор, шестой вселенский его называют, ну, или двукратный, он такой, знаете ли, был с большим перерывом. Это 680-й, 81-й, а потом большой перерыв был до 600, по-моему, 92-го или 3-й даже. То есть, по-моему, до 92-го, по-моему. Вот так вот. Этот собор двукратный называется. Ну, начало, в 80-м точно. Начало свои заседания, и большое количество правил всяких составил. Но, знаете ли, опять-таки, нужно через Слово Божье просматривать эти правила. Есть, да, есть, ну, как бы, согласно со Словом Божьим, с истиной, а есть прямо противоречащие, вообще есть даже совершенно такие, никакие ворота. Там антисемитические все эти правила. Вы скажете, ну, это же история, это, ну, давно минувших лет, казалось бы, дело, деяние. Но нет. Я помню, как в Киеве мы ходили в Лавру, в Печерскую, ну, много раз, но один раз мы пошли со студентами, был такой случай. Там эти книжные ларки стоят такие, и семинаристы, ну, как бы, вот наши ребята, учащиеся в библиотеке института, и колледж, вон он тоже учащийся, они взяли и купили разных там брошюр, разных. Разных этих вот, таких, ну, дешевых таких, недорогих, популярных. И вот, и одну брошюрку стали читать, по рукам стало ходить. У меня таких брошюр было в свое время куча целых, разных изданий, но это было интересное издание, полное такое, более. Называется издание там «Перечень грехов на исповеди». Издание, значит, Московского Париархата, Грустского православного церкви Московского Париархата, издание. Значит, и «Перечень грехов на исповеди». Но есть там много грехов, значит, для человека, который пришел, вот, ну, хочет исповедоваться, причаститься, ему такая подсказка, в чем ему нужно каяться, да? Есть грехи такие, ну, реальные грехи, да? А есть такие, хоть с той предпадой, там, допустим, ну, оголялся перед врачом. Без комментариев, притом, там не написано, как, что оголял, как оголял. Я не знаю, как, просто оголялся перед врачом. Грех. «Перечень грехов на исповеди». Потому что собор оставил такие правила. Даже выше локтя нельзя было врачу увидеть тело своего пациента на самом деле. Это считалось грехом уже все. Могли и врача за это арестовать, и пациент тоже могли арестовать за это. Вот так вот. То есть, сочеталось, с одной стороны, неистовство и распутство, с другой стороны, вот такие правила непонятные. Больше того. Вот дальше, перечень грехов на исповеди. Издание, вот свежее издание, свежее издание. Обращался за медицинской помощью к еврею-врачу. Так, стоп. Значит, уже был Кирилл патриарх. Да, уже Кирилл. На сколько я знаю, патриарх, милые здравствующие, Кирилл. Гундяев, его главный летящий врач, он еврей по национальности. Притом, ну, я знаю это, ну, как бы, из достоверных источников. Я лично патриарха не знаю, но знаю людей, которые после него, ну, в Смоленске еще были, по крайней мере, его ближайшими сарапинами, помощниками. В Смоленск приезжал, я в Москве общался. Но я больше знал окружение Алексея Второго патриарха. У Алексея Второго тоже был летящий врач, тоже еврей был, кстати. Вот получается, что он патриарх, московский, все А.Туси, поэтому по этой брошюрке является первым грешником. Ему нужно каяться. Хорошо. Но сколько я знаю, он до сих пор не покаялся. Потому что до сих пор, насколько я знаю, летящий врач, он был как раз именно еврей. Хорошо, ладно. В этом же перечне грехов на Истинде, там говорится, принимал медикаменты, медицинские средства и медикаменты, сделанные евреями. Просведенные евреями. То есть, ага, хорошо, стоп. Тогда аптеки нужно все вообще позакрывать. У нас даже аспирин там даже и какие-то еще простейшие вещи. Вся фармацевтика сегодня еврейская, так или иначе, вообще. Это получается, что все грешники им вообще, ну вообще, все оголтелы грешники. И хорошо, я покаяюсь, а что мне потом делать вообще? Получается, только, не знаю, даже горчишник не купишь. Ну вообще, все издание евреями. Ладно. Дальше еще больше. А почему? Ссылки на 6-й Вселенский собор. Там вот так написано, что что Вселенский собор? Двухкратный. Дальше еще больше. Мылся в одной бане с евреями. Бедные вы грешники. Это получается, что перед фото в бане нужно сделать не фейс-контроль, как сказать. Ну, короче, проверяющие евреи. Ой. А если татарин, у нас тоже, мы все обрезаны там, татарин. Ну что, значит, получается тоже? Я не знаю. Короче, получается, что, значит, по этой книге это не репридное переиздание с ятьями там и прочее, там, дореволюционные маразмы. Нет, это современный набор, современные драмы, новые дарьки. Поэтому я скажу так, что с одной стороны это все истории. Да, по входу в бане, это тоже ссылка на 5-6-й этот собор. Там он принял огромное количество решений, там сотни этих правил всяких там и всяких замечательных и прочее. То есть самое большое количество правил как раз именно вот. Даже, кстати, этот собор принял решение, диагонизм, больше не полагать вообще, значит, там, только мужское, чтобы было служение. То есть, значит, диагонизм только, значит, там. То есть раньше были еще там три святериды были, диагонизмы были, все, был запрет. Там еще много, куча всяких правил вообще там много было. Но касательно антисемитизма, это просто шедевры. Это просто шедевры. Что еще произошло? На этих соборах, ну это один собор, просто он такой, как бы, протяжительный, будет так говорить. На этом шестом соборе и на предыдущем, хотя правил не оставил предыдущий, но он задал тон предыдущих соборах антисемитизмом. Слышали, наверное, такая теория замещения. Теория замещения. Но она, конечно, не тогда родилась, она задолго до того родилась. Как бы еще, ее приписывают еще аж Иоанну Золоустому, еще конец четвертого столетия. То есть это, понимаете, старина древнейшая. Так вот, говорят, что сам Золоустый был и автором, хотя в этом можно сомневаться. Возможно, не он сам, а кто-то возле него, возможно, кто-то до него это начал. Потому что просто Золоустый Иоанн был патриархом, понимаете ли, первым лицом. И когда он это объявил, то это запомнилось в истории. Если, допустим, какие-то, может, священники говорили и до него, но, как бы, они не были с таких больших кафедр, понимаете ли, вот в чем дело. Поэтому обычно ему приписываем мы это авторское. И теория замещения очень такая простая, с одной стороны, с другой стороны, сложная очень. Теория замещения. Заместительной такой любви, как бы. То есть, что, согласно этому научению, Бог, Он любил свой еврейский народ, который Он родил, создал для себя. Любил, любил, любил до поры до времени. Были моменты напряженных отношений в этой семье. Отец, значит, как бы, и его дети конфликтовали, как бы, порой. Но последней точкой невозврата стало распятие Иисуса Христа и обвинение в богоубийстве Иисуса. Все. С того момента, согласно этому учению, Бог разлюбил навсегда свой еврейский народ. Все. Теперь уже кончено. Теперь уже все. Никаких, значит, не может быть возвратов. И вот. И о свою любовь теперь, Отец, Он изливает на язычников. На всех, кто обратился к Нему с разных народов земли. И вот. Поэтому называют именно теорию замещения. Замещение. То есть, раньше любил еврейский народ свой. Ну и тех язычников, что, конечно, обращаются, безусловно. Ведь эта теория упускает из того, доизвита, что вопрос был не национальности больше. Никто такой еврей, как сейчас говорят некоторые родины. А что такое еврей? Надо вопрос правильно ставить. Потому что можно неправильно задать вопрос, кто такой еврей. Мало ли кто. По маме, по папе. Почему? По Брязани. Почему вообще еврей? А надо вопрос поздравить, что такое еврей? Что такое быть евреем? Значит, это дети Бога. И удивительно, потому что Бог называет себя Богом евреев. И почему так называют себя? Не важно, какая кровь течет в твоих жилах вообще. Значит, знаешь, ты русский и речеважный, или тоталин, или там, удмурт, или кто, африканец, американец, кто угодно. Ты можешь быть евреем, а можешь быть не евреем. И это не национальность в таком смысле, что, знаете, ее можно просчитать по маме, по папе. Это вопрос бытия. Это вопрос отношения с Богом. Вопрос отношения к Богу. Это вопрос отношения к миру. Хочешь увидеть в Библии много примеров евреев, не шляпая с первого самого очень хорошего примера Авраама. Это отец всем нам, поверьте. Но самая кульминация, это сам Иисус Христос. Вот, это самая кульминация всего еврейства в мире, мирового еврейства. И интересно, что, знаете ли, вот теория замещения, на чем она строилась? Она строилась, да, и согласно этой теории, еще Златоустый об этом говорил, теперь Бог разгневался на евреев навсегда, и теперь все плохое, что в Библии говорится о евреях, это все им остается, а все хорошее теперь относится к церкви. Теперь церковь вместо евреев. Все. Хорошо, интересно. Значит, вместо Израиля. На самом деле, в Писании есть отдельное обетование именно для Израиля, есть обетование для церкви, а есть обетование в целом для верующих. Не важно, кто это, какой это по национальности вообще, евреи-то, неевреи-то, и прочее. И эту теорию еще Златоустый явно строил на, ну, по сути, ложном пророчестве, согласно которому, что вечным знаком, постоянным теперь напоминанием и знаком для всего мира, что Бог навсегда разгневался на свой еврейский народ, будет то, что, да, будет то, что, окей, будет то, что никогда больше евреи не соберутся в своей земле. То есть земля Израиля, эрот из Израиля никогда больше не будет еврейской страной. И Иерусалим никогда больше не будет еврейским городом. Златоустый явно, который утверждал, как пророчество, что это будет знаком вечного изгнания, до пришествия Иисуса Христа, как оно и будет. Что евреи никогда больше не соберутся в свою землю, и Иерусалим никогда не станет снова столицей в еврейском государстве. Так оно казалось и правдиво все, потому что на самом деле, начиная с той эпохи, ну и, можно сказать, даже с современной России, после разрушения храма, а потом после неудачного восстания при Барбокбе во втором столетии, на самом деле, наступила очень страшная эпоха, и евреи были рассеяны по всему лицу земли. Но Божье Слово обещало вернуть, и это стало исполняться, но это исполняться только лишь в наше время, ну чуть пораньше, конечно. Вот, еще в конце 19-го столетия, даже еще чуть раньше, я, помните, говорил про Яны Гуса, Гуситы, Чешское пробуждение, Моравское братство, потом я не говорил о нем, Моравское братство, это как бы продолжение информации, чешской и немецкой информации. И у Моравских братьев было уже откровение о том, и они молились за евреев, молились за Израиль, что они будут возвращены снова в свою землю. В конце 19-го столетия, в 1897-й, первый сионистский конгресс произошел в Базаре. Это было рождением сионистского движения. Чаще всего это были нерелигиозные люди, многие из них, из этих молодых евреев, даже были светские, если наше евреи, не в лудаизме и не в христианстве, ну, Теодор Герцович был уже христианским, а христианин, ну, евреи, с желанием вернуться к своим корням. И вот, молодое сионистское движение разрасталось, хотя традиционно синагоги этому беречили, молодежь еврейская изгонялась из синагог. То есть, если ты поступал в какую-то сионистскую организацию, кружок, вступал, тебя изгоняли из синагоги, сами же раввины выдавали полиции этих молодых людей, и не только в царской России, вообще в Европе. И, по сути, это движение, оно состоялось наперебор всему. И официальному христианству, и официальному иудаизму. И интересно, что, ну, ладно, отдельная история, но после Второй мировой войны это чудо совершилось. То есть, это произошло 14 мая 1948 года. Чудо, которое вот из-под теории антисмитизма и теория замещения просто выбило стул, будем так говорить, выбило основание. Потому что было заявлено о возрождении еврейского государства. И, хотя, конечно, политологи там со всего света, фактически, говорили, что это государство однодневка. Что у него нет будущего. Какие-то месяцы максимально продержатся, и все. И оно перестанет существовать. Потому что, чисто по-человечески, не было никаких шансов это государство продержать вообще. Даже и продержаться. Врагов слишком много. Вокруг все, кто попротив. И получилось так, что тут же война началась. Помните, да? Тут же. Я рекомендую, чтобы не, как бы, так вот дальше тему сильно не развивать. Потому что очень такая хорошая, большая тема. Не хочется ее голубом по Европам, знаете ли. Но я рекомендую прослушать программы. Есть там это в отдельной программе. Проповедь, беседы. И есть программа Сида Рода. Это сверхъестественно. Там он приглашает в студию, значит, ветеранов войны, судного дня. Те, кто еврейских офицеров, христиан, которые молились о Израиле. И берет интервью. Очень интересно, наглядно, популярно рассказывается о том, что действительно сверхъестественное было рождение страны. И развитие совершалось и совершается именно необъяснимо по-человечески. То есть это можно просчитать, но слишком оно сверхъестественное на самом деле. Чем больше хотели истреблять и уничтожать Израиль, тем он сильнее становился каждый раз. И больше, и сильнее. И, кстати, интересно, гимном государства стала песня. Были разные предложения, что же будет гимном, какая песня будет гимном. Но одна песня стала гимном. Это песня «Надежда». «Надежда». Не та песня? «Надежда», «Оль, ком, земной». Нет, нет. Другая песня. По-еверески «Хатипа». «Хатипа». И там слова такие есть. Ну, на русском языке она звучит. Так она по-еверески звучит там. По-русски. А в сердце не угаснет священный огонь. Будет стремиться ливийская душа. Будет стремиться к востоку на Сион. В землю Отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освящает путь, мы две тысячи лет ее храним. Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. Друзья, и для людей всех национальностей, культур, события 48-го года и потом 60-е годы, войны. И когда снова Иерусалим стал еврейской столицей, по сути, это событие вот последнего времени. Событие, которое показывает, что Божье слово, оно исполняется по-любому. Даже если люди восстают против. И веками считают, что это неисполнимо. И даже если сами евреи в этом разочаровывались много раз и, знаете ли, разуверивались, но надежда сохранялась. И действительно, Божье слово исполняется. Я верю, что и касательно церкви Нового Завета, христианской церкви, Божьей обитавания, когда Иисус говорил, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А в буквальном переводе, не устоят перед ней. И эти обитавания исполнятся. Они исполняются и исполнятся. Слава Богу. Потому что это слово Божье. Аминь. Поможем, друзья. Господь, Бог наш, и Царь, благословенный Владыка наш, Отец наш, во имя Иисуса Христа благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя, что Слово Твое, оно живо и действенно, оно исполняется всегда. Господи, слава Тебе. Боже всемогущий, благодарю Тебя, что Твои обитавания, данные Израилю, они исполняются и исполнились. Боже, и благодарю Тебя, что Твои обитавания, касательно Церкви, они исполняются и исполнились. Спасибо, Господь, за все. Боже наш, благотельство, и будешь с нами. Прошу Тебя, Боже, пусть то, о чем сегодня в этих двух частях говорили я. Боже, пусть это послужит нам наукой к тому, чтобы не грешить при Тобое, чтобы нам действительно быть исполнителями Слова Твоего. И прошу Тебя о множестве христиан, которые осуетились, Боже, и увлеклись всякими учениями, лжеучениями. Боже, смогущий, возврати на путь истинный. Боже, пусть имя Иисуса высияет в Церкви. Пусть Господь, предименим Христа Иисуса, преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это обитавание, и оно исполняется, и оно исполнится. Слава Тебе, Господь Бог наш, Боже, благослови Израиля, Божий всемогущий, и пусть в наших сердцах всегда будет эта вера Авраамова, вера первопроводцев, вера героев веры. Спасибо Тебе, Боже, за все. Благодать Твоя с нами. Аминь. Слава Богу. Спасибо.